Афганистан – это государство, в котором имеется огромная ресурсная база, в том числе и редких природных ресурсов. Государство в силу своих исторических особенностей развития не могло никак организовать добычу и разведку полезных ископаемых. В 21 веке Афганистан занимает одну из лидирующих позиций по разведанному, но недобываемому и неиспользуемому сырью. И большинство развитых стран заинтересованы в эксплуатации полезных ресурсов Афганистана. Тогда уже между ведущими странами может возникнуть конкуренция. Почему государство не может распоряжаться своими полезными ископаемыми и кто может претендовать на их богатство? С приходом новой власти и окончанием 20-летних геополитических экспериментов Вашингтона в Афганистане сложилась тяжелая политическая и экономическая ситуация. Россия заинтересована в политической стабильности в Афганистане, заинтересована в экономическом развитии этого региона и имеет там собственный экономический интерес. С учетом лития и других редкоземельных металлов оценки запасов минерального сырья в Афганистане достигают 3 триллионов долларов. Смена власти снова поставила вопрос о том, сможет ли она наконец воспользоваться природными богатствами. Ведь до сих пор афганскому народу не удавалось добыть и продать все это, а вырученные деньги вложить в развитие страны. Добычу на территории Афганистана чего бы то ни было организовать в ближайшее время будет сложно. В силу неразвитости транспортной инфраструктуры, отсутствия специалистов, отсутствия желающих вкладывать серьезные деньги в эту страну, отсутствие жесткого контроля над территорией страны как со стороны правительства, так и со стороны каких-либо других сил. Но кому же все-таки достанутся медь, золото и литий при талибах, запрещенных на территории Российской Федерации? И есть ли перспективы сотрудничества нашей страны с Афганистаном? Сегодня складываются достаточно хорошие перспективы, в том плане, что Россия была одним из немногих государств, с которым не вступила в конфронтацию с движением талибан на период прихода его к власти. Более того, мы с вами знаем прекрасно, что в Москве шли переговоры летом этого года с движением талибан. И в целом Россия демонстрировала намерение и готовность искать компромиссы между Российской Федерацией и новым правительством движения талибан, которое, кстати, запрещено в России до сих пор. Стоит отметить, что 6 октября на встрече в Москве с новым министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдуллахьяном Сергей Лавров серьезное внимание уделил положению дел в Афганистане. Констатируя чрезвычайный экономический характер проблем Афганистана, мы напомнили, что груз ответственности за это лежит на Вашингтоне и тех, кто его поддерживал. Разумеется, исходим из необходимости подключить к урегулированию всего спектра гуманитарных проблем соответствующие международные организации. Мы наблюдаем серьезные конкретные шаги на этом направлении и со стороны международных структур, и со стороны стран-соседей. Движение талибан, запрещенное в Российской Федерации, находится у власти чуть более месяца. И за этот период говорить о том, что полностью вся ситуация в стране взята под контроль, не приходится. Однако в будущем не исключается факт международной концессии, когда добыча полезных ископаемых производится совместными усилиями национального государства и крупных корпораций. Эксперты Казанского университета утверждают, что было бы желательным по открытию рынка сырья в Афганистане впустить туда российские компании в силу опыта России в сфере нефти и газодобычи, а также в добыче металлов. Инджимина Небаева, Софья Чугунова, Елизавета Никитина, Универньюс.